Друзья мои, всем привет! С вами Ивлев Шеф Ченнел, а значит и я шеф. В преддверии Нового года я готовлю для вас свои любимые рецепты. И кстати, полезные. Полезные не с точки зрения того, что вы будете стройными как кипарис, но и полезные с точки зрения заготовки. Ведь на Новый год столько приходится всего шинковать, рубить, строгать. Иной раз ты думаешь, мамма миа, квантовали, когда это все закончится. Закончится это, кстати, ну где-то, наверное, числа 12-13 января. Хотя вряд ли. 12 января у меня день рождения, поэтому вы стричь себе салаты будете обратно. И все потому, что у вас есть и я, и Ивлев Шеф Ченнел. Друзья мои, начинаем! Я хочу для вас сегодня приготовить салат из морепродуктов. Морепродукты — это не роскошь. Это даже не средство передвижения. Это средство пиу-пиу-пиу-пиу, когда все торчит и наслаждается. Ну и, конечно же, это здоровый цвет лица, хорошее настроение, да просто вкусно. Для этого мне понадобятся тигровые креветки, кальмары. Вонголи. Продается в магазинах Metro Cash and Carry. Вот в таком состоянии, замороженной. Мне стало это интересно. Я вонголи люблю, особенно, пасту с вонголи и соусом песто. Можно их купить. Миди, они продаются как охлажденные, также как в замороженном виде. Маленькие каракатицы, но они, как правило, всегда резиновые. Но лучше всего вонголи. Кальмары и креветки. Я уже заранее их почистил. Здесь уже делать ничего не нужно. Мне надо их сбаланшировать. Как всегда, я беру воду, довожу ее до кипения и опускаю на одну минуту, как кальмары, так же, как и тигровые креветки. А вот с вонголи я их припущу в сковородке с оливковым маслом и, соответственно, чесноком. Все продукты для этого салата у меня на столе. Да, это сами морепродукты. Это чеснок, оливковое масло и зеленый базилик, соль и перец. Этот салат в этом маринаде, который я вам сейчас покажу и как я его сделаю, можно хранить от трех до четырех дней. Но, конечно же, лучше всего всегда нюхать. И это будет заготовка как для салата, для пасты, для ризотто, для супа. Да просто так потрескать с утреца, пока все еще отходят от новогодних праздников, хочется зайти в труселях на кухню, открыть холодильник и съесть не только кусочек колбасы, но и, может быть, достать креветочку или кальмарик. Ладно, ладно, все. Прекращаю разговаривать, начинаю готовить. Вода у меня закипела. Здесь очень просто. Кальмары, опачки, опачки, опа, пулечки. Пока у меня отвариваются кальмары, я открываю вонголи. А, кстати, друзья мои, да это вообще еще фельдель персова. Морской петушок в вонголи. Варено-мороженое. Это варено-мороженое, поэтому припускать чесноки в оливковом масле не будем. Почему, я объясню чуть потом. А пока посмотрите, ребят. Сейчас, что я вам покажу. Во-первых, я солью вот эту влагу. Если мы делаем суп, то ни в коем случае не сливать. Конечно же, это будет как усилитель вкуса. А для моего маринада влага, эта жидкость, она уже не нужна. Скажем так, даже это не жидкость, а это сок. Вонголи, оказывается, варено-мороженое. И они все открылись. Свежак, просто вкуснотища. Можно сразу посмотреть, какие-то ракушки, которые, если они треснуты вдруг, их можно сразу от них избавиться. Они не нужны. Кстати, безумно очень полезный продукт, особенно для нас, мужиков. Ну и вообще очень вкусно. Я вообще люблю их просто так трескать. Очень хорошо они идут в суп, в соус какой-нибудь. То есть они дополняют и ярко очень усиливают вкус. Подводим итоги на мой вопрос, когда я для вас, Naivele Chef Channel, готовил мясной рулет с грибами. Я задал вопрос, а чем вы иногда отбиваете мясо? Не только молотком для отбивания, не только скалкой, но чем еще? Ребята, это, конечно, уморок. Кто чем не отбивал? Безумно было все интересно. Где-то, конечно, фантазеров у нас достаточно среди подписчиков, но этому я рад. Так вот, интересный комментарий прислал мне Роман Ой-Ой-Ой. Я до сих пор отбиваю советским утюгом. Он как раз один килограмм веса. Роман, красавчик, молодец. Наверное, в 90-е года ты с этим утюгом вообще не расставался. Ну что, пойдешь в Беркассу? Нет. Нет? Ну тогда извини. Главное понять, на тебя его клали или ты его клал. Но самое главное, красавчик, отбивать дальше. И поэтому, Роман, тебе мой фирменный мерч. Мне нужно подготовить для маринада чеснок. Раздавливаю его в своем классическом стиле и, соответственно, его нарезаем. Каймары закипели. Ждем одну минуту и ставим под холодную воду. Ставлю под холодную воду. Тем временем, я беру креветки и опускаю в этот же кипяток. Когда вода закипит, в течение одной минуты мы их привариваем, потом откидываем на сито. У нас не должно быть воды, поэтому я беру салфетку, кладу их сюда. И теперь кальмары, которые остыли, я их перебрасываю сюда для того, чтобы они полностью все высохли. Если мы хотим морепродукты сохранить в течение ближайших двух-трех дней, то, конечно же, влаги не должно быть. И заметьте, посмотрите, как я их складываю. Вот здесь вот дырочка, поэтому я беру и складываю их как бы пипкой вверх. Креветки в течение одной минуты проварились. Теперь я их просто беру и быстро надо их охладить для того, чтобы они не превратились в какую-то в ватную субстанцию. Бумажное полотенце. Опа. И сейчас вы их можете спокойно использовать в суп, в салаты. Я даю возможность им обсушиться. Это очень важно. Отбрасываю их. Теперь беру еще один слой полотенца сухого и кладу сверху. Обсушиваю. Теперь мы начинаем делать маринад. Ввожу чеснок, оливковое масло. Плавать ничего не должно в оливковом масле, но оно должно очень хорошо пропитаться оливковым маслом, потому что в данном случае оливковое масло будет играть роль определенного консерванта. Я сюда беру и ввожу вон были. Если кальмары просушились, а они просушились, я беру, начинаю нарезать кальмары, ну в классике жанра, кольцами. Все сюда складывать. Я добавляю сюда креветки, перец, соль. У меня остался имбирь. И я с большим удовольствием нарежу еще тонкими слайсами имбирь. Теперь это у меня зеленый базилик. Вот такой вот он продается. Красавчик. Вот так вот его рублю. Все это я перекладываю вот сюда. Сюда добавил еще оливковое масло. Поверьте мне, оливковым маслом кашу не испортишь. И все просто-напросто перемешать. Чеснок, оливковое масло, базилик, корень имбиря, баланшированные морепродукты. Вот это я понимаю. Ну-ка себе. Дальше вы можете положить все это в контейнер и убрать, соответственно, в холодильник. Когда вы хотите приготовить суп, пасту, вы просто отсюда берете и выкладываете в сковородку морепродукты. Конечно же, по стариночке многие любят есть с добавлением небольшого количества сока лимона. Вообще, это самый богатый салат. Сюда, конечно, можно добавить зеленого микса, можно добавить там огурцов, помидоров, того, что вы хотите. Я вот так вот, например, люблю, чтобы в моем салате ярко выделялись те или иные морепродукты, которыми богат именно мой салат. Когда я готовил для вас на своем YouTube канале Ивлев Шеф Ченнел, я задал вопрос. Кто и для чего придумал соус? Могу сказать, что многие из вас, конечно, фантазеры еще те. Но, как я обещал, первые пять счастливчиков получат мерч, потому что они ответили правильно. Итак, чтобы вы понимали, соус придумали повара для того, чтобы скрыть свои ошибки. Поэтому Виталий Никишин, препод Трейдер, Никита Мандровский, Евгений Мамаев и Андрей Игумнов. Я вас поздравляю и теперь вы в банде. Если бы вы могли прочувствовать тот аромат, который стоит у меня здесь сейчас на кухне за счет базилика, чеснока, имбиря и оливковым маслом. Друзья мои, вы бы кайфанули, так же, как и я. Теперь я еще беру и немножко вот так вот делаю. Вуаля, друзья мои! Значит, в первую очередь я для вас сегодня приготовил базу, как маринад, для того, чтобы вы могли заранее препарировать и сохранить морепродукты. Но и из этого всего родился салат, вот такой вот прекрасный и вкусный. И из тех же морепродуктов. Поэтому, друзья мои, с наступающим вас Новым Годом. Ну и, конечно же, всего вам наилучшего, ну и вкусного. Я вас постоянно в течение декабря, января и февраля буду поздравлять с Новым Годом, потому что это уж пора такая. И помните эту замечательную песенку «Три белых коня, летящую снежную даль». Декабрь, январь и февраль. Чтобы вы понимали, в течение этих трех месяцев я буду с большим удовольствием на Ивлев Шеф Ченнел готовить те блюда, те рецепты, которые я очень люблю. Поэтому это такая и будет серия у нас. То, что я люблю. И надеюсь на то, что теперь и полюбите и вы. И не только вы, а если вы поделитесь со своими друзьями, поставите колокольчик, ну и само собой подпишитесь, да будет вам вкусное счастье, так же как вот этот шикарный салат из морепродуктов. Приятного аппетита и до новых вкусных встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok